Особенно статины. Никому они никогда не помогают. Это одна из самых опасных групп лекарств в мире. И, к сожалению, это номер один источник прибыли для большой фармы, для фармацистической индустрии. Статины. У нас в России была совсем другая ситуация, совсем другое обучение в Советском Союзе по фармакологии. У нас не было фармацистической индустрии. У нас был один академик Машковский, который заботился обо всем населении России, Советского Союза, как папа, как дедушка такой. И с его подписей делались лекарства. И все лекарства были самые простые и применялись только в таких ситуациях. Вы помните, когда вы ходили к участковому врачу? И врач, прежде чем что-либо выписывает, он скажет, иди подыши над картошечкой. Иди в баню сходи. Поставь себе горчичники. Сделай себе банки. Полежи в постели. Пей горячий чай с душицей, с медом. И человек обычно выздоравливал. Не нужны больники, антибиотики или еще что-то. Сейчас вот эта западная фарма хлынула в Россию после перестройки. Перестройка была когда? В начале 90-х годов. Вот уже прошло 30 лет практически. И даже поверить в это трудно, что уже 30 лет прошло с момента перестройки практически. То есть наша медицина сейчас превратилась в такую же медицинскую индустрию, как и во всем мире. Медицина – это бизнес. Очень прибыльный бизнес на Западе. Врачи – это продавцы лекарств. Это бизнес, медицинская индустрия. Это только всего-навсего один из филиалов фармацевтической индустрии. Фармацевтика на Западе пишет программу учебных институтов для медицинских работников. И для медсестер, и для врачей, и для фармакологов, и для всех других профессий, которые работают в медицине. Обучающая программа написана фармацевтической индустрией. И то же самое сейчас происходит и в России. И даже мое поколение врачей в России сейчас до такой степени уже промыли мозги. Они уже стали такими же роботами, какими являются врачи на Западе. Скоро этих врачей заменят машинами. Об этом уже говорят открыто. Потому что как врач на Западе работает? Вот он приходит к РПО, и приходит к нему пациент. У него на пациента 7 минут. 8 минут максимум. У участкового врача. Вот он вам задает вопрос, чем я могу вам помочь? Врач ему, больной перечисляет ему, какие у него симптомы, что у него болит, чего у него там нехорошо. Врач тут же печатает буквально, не глядя, он на пациента даже не смотрит. Глаза ему даже не смотрят. У него глаза на экране компьютера. Вот больной ему рассказывает, вот у меня тут болит, вот тут у меня опухло, вот тут мне плохо. А врач на него даже не смотрит. Он сидит и печатает. Тут же он записывает, вносит всю эту информацию немедленно в компьютер. Компьютер тут же ему выпрыгивает. Вот такой диагноз. Врач диагноз уже не ставит. Компьютер ставит диагноз. И тут же идет список, какие фармацевтические препараты выписать этому человеку. И все. Тот же компьютер выплевывает ему рецепт. Из принтера тут же выскакивает рецепт. Уже все написано, все напечатано. Врачу даже подписывать не надо. Он отдает этот рецепт пациенту. Следующий. Все. Продал лекарство ему. Эту работу прекрасно может сделать робот. Человека для этой работы совершенно не нужно. То же самое с медсестрами. Медсестры хоть какие-то уколы делают, что-то там они еще делают. А врач это робот. Это чистый робот. И скоро этих врачей заменят машинами. Пациент будет приходить к этой машине. Машине рассказывает, чего у него болит. Машина ему выплюнет рецепт. Он пойдет, получит лекарства, таблетки начнет принимать. Врачи это продавцы лекарств. То же самое произошло сейчас с врачами в России. Когда-то нас учили в настоящей медицине. Сейчас этого уже нет. К сожалению. Поэтому знайте об этом. Человеческое тело это часть матушки природы. Природа создала наше тело. А не человек. И природа запрограммировала человеческое тело таким образом, что все методы вылечивания, залечивания, восстановления запрограммированы в нас. Вас лечит само ваше тело. Не таблетка, не диета, не лекарство, не врач, не диета, не что-то там еще. Само тело себя лечит. И если вы к этому телу будете относиться с большим уважением, если вы будете прислушиваться к нему, оно вам скажет, чего ему надо. Если вы к нему будете прислушиваться, оно само все сделает эту работу прекрасно и даст вам прекрасный дом, в котором вы живете. Крепкое, здоровое тело, которое и стареть-то особенно не будет. Все болезни, старости, они совершенно не запрограммированы. В норме мы должны быть здоровыми до самого последнего дня нашей жизни. Крепкими, здоровыми, активными. Ничего болеть не должно у человека. Так и должно быть. Поэтому нужно работать с природой. Правда о здоровье находится только в природе. Поэтому нужно работать с природой. Медицину, западную медицину, давно захватила в себя жадные корпорации. Они этим управляют. Говоря вот о Гугле и Ютьюбе, есть сейчас альтернативные платформы на интернете. Я всем рекомендую на эти платформы выходить. Поскольку все пока еще пользуются Гуглом, и Фейсбуком, и Ютьюбом, они этим пользуются. Эти корпорации, они этим и пользуются. А если мы все перебежим, их оставим, и перебежим на другие платформы, которые сейчас созданы людьми, которые верят в свободу слова, которые никогда никакую цензуру не введут, которые специально завели эти платформы для того, чтобы была свобода слова у человека, чтобы мы могли активно и открыто друг с другом общаться и друг другу говорить, что мы думаем и что мы знаем, без всякой цензуры. Нам нужно всем поддерживать эти платформы. Пусть они растут, эти платформы. Возможно, что на каком-то этапе придет какой-то Гугл или какая-то фармацевтическая корпорация и купит эту платформу. Но пока жизнь, она динамичная, все течет, все изменяется. Пока на данном этапе нам лучше перебежать на эти новые платформы. Спасибо. Изумительный ответ, Наталья. Да, с одной стороны, больно за всем этим смотреть, наблюдать, участвовать даже в чем-то, потому что я тоже своего рода продукт официальной формальной медицинской системы. Потому что выучен я буквально в последние десятилетия. И, соответственно, я видел уже... Я не знал той информации, которую вы сейчас рассказываете. И не знал тем более, как происходит вот это вот создание медицины, фармакологических средств. Но тогда я как-то чувствовал какую-то неестественность, что ли, отсутствие здравого смысла в некоторых моментах. Уже тогда было не вооруженным взглядом молодого студента. Было видно, что нарушается просто логика, и пациент буквально, его симптомы глушатся. Глушатся, глушатся, все в возрастающих дозировках до тех пор, пока у него либо не оскуднеет кошелек, либо пока он совсем уже не умрет от побочных эффектов. Такая, к сожалению, реальность. И да, действительно, я сам на таких приемах был, так принимал, когда начинал карьеру. Если ты участковый врач-терапевт, то у тебя на пациента 12-15 минут. Это максимум. Тебе надо все это выслушать его, еще какие-то рекомендации дать. И еще там целая очередь сидит в коридоре, то есть прием на целый день. И никто никогда это не успевает делать, и приходится, если остаешься в этой системе, приходится действовать по скрипту, по рекомендациям. И качество, конечно, для человека, для самого, оно понятно, какого уровня. Но Минздравы довольны, фармкомпании довольны, аптекари довольны, и врач тоже получает свою зарплату. Хотя в России зарплата врача, она не такая высокая, чтобы оправдывать, ну, такое вот, такое, что ли, отношение. Поэтому здесь зомбирование, запугивание, очень много страха. Но, кстати, не могу сказать, что все так плохо только на уровне России, потому что у меня есть подопечные, которых я консультирую, и в ЮК, да, в Соединенном Королевстве, где вы сейчас находитесь, и в разных странах севера, типа Норвегии, Скандинавии. И там сейчас тоже они порабощены вот этими официальными рекомендациями, которые далеко не всегда людям делают добро, а еще и в условиях этого локдауна с вирусом. Многие просто не могут получить квалифицированную помощь месяцами, если просто как пример даме вот в пригороде Лондона назначают консультацию с гастроэнтерологом ее очередь на 9 месяцев вперед. Вот так вот. До тех пор выживай как хочешь, спасайся кто может, называется. А ты можешь быть и хорошо, потому что этот гастроэнтеролог вам ничем не поможет. Не поможет он ничем. Вместо того, чтобы сидеть и ворчать эти 9 месяцев, меняйте свою диету. Садитесь на диету ГАПС. И через 9 месяцев вам этот гастроэнтеролог уже будет совершенно не нужен. Вы можете отменить вашу назначенную встречу с этим гастроэнтерологом. Он будет вам уже не нужен. Он продавец лекарств. Он вам либо лекарства продаст, либо он вам продаст какую-то хирургическую процедуру. Или какие-либо какие-то дорогостоящие анализы вам продаст, которые ничего вам не дадут в главном счете. Ничем он вам не поможет. На Западе медицина сейчас практически разрушена, аннулирована. Глядя на нее с точки зрения того, помогает она человеку или нет. Есть, конечно, ситуации, когда нужно хирургическое вмешательство, нужно что-то. Есть какие-то удивительные открытия в медицине, конечно, которые могут действительно помочь человеку, действительно полезная процедура. И ради этого стоит идти к специалисту. Но основная масса хронических заболеваний нужно лечить диетой, нужно лечить изменением питания. Потому что все болезни, все хронические болезни происходят из пищеварительной системы. Это сказал Гиппократ, отец нашей современной медицины, чуть ли не 2000 лет назад. И чем больше мы сейчас изучаем с помощью наших современных методов, тем больше мы понимаем, до какой же степени он был прав. Когда мы говорим о каких-то острых ситуациях, вот вас переехало автобусом, например, не дай бог, конечно, вам нужна официальная медицина. Конечно, нужно вызывать скорую помощь и мчаться в больницу, где с вами поработают травматологи, поработают хирурги, и вас отремонтируют, подлатают. Но потом, после того, как вас отремонтируют и подлатают, кто будет вас залечивать? Кто будет восстанавливать ваше тело, доводить его до здоровья и нормы настоящей? Ваше собственное тело. А что вашему телу нужно для того, чтобы себя залечить? Правильное питание, отдых, отсутствие стресса, чистые продукты, чистый воздух, приятная атмосфера, добрые, приятные, заботливые люди вокруг. Любовь нужна. Любовь. Со всех сторон нужна этому организму. Тогда он сам себя залечит. Вот это касается острых каких-то экстремальных ситуаций. В экстремальных ситуациях нужна основная медицина, потому что она имеет такие методы и способы, которые спасают нашу жизнь. Они знают, как спасти человеку жизнь в экстремальной ситуации. А когда дело доходит до хронического заболевания, долго, долговременное хроническое заболевание, вот ноет и болит, и тут разрушается, и там что-то добавляется. Врач обычной медицины, это может быть самый неподходящий для вас человек. Он вас только нагрузит еще большим целым вагоном интоксикации в виде фармацевтических препаратов, потому что он и не знает и не понимает, откуда ваша болезнь взялась, чем она вызывается, и как ее вылечить, как помочь организму самому себя вылечить. Он этого совершенно не знает, потому что ему не позволено это знать. Не дают ему этой информации. А если он где-то ее там и подглядел, эту информацию на интернете, ему тут же скажут, что это все шарлатанство, глупости, и ни в коем случае в это верить нельзя. Они до такой степени промыты мозги у этих врачей, они у него что больше не верят, кроме фармацевтики. Кроме того, у тебя того арсенала инструментов, которые ему даны, которые им позволено иметь и позволено им пользоваться этими инструментами. А все хронические заболевания нельзя ходить к обычному врачу. Нужно лечиться природными методами. Ваше тело знает, как себя вылечить. Оно знает, как сбросить эту болезнь. Оно знает, как от нее избавиться. Нужно просто дать ему правильное питание, надо дать ему отдых, надо подумать о своих мыслях, потому что наш разум это величайшая причина всех болезней. Все болезни начинаются здесь, у человека. От образа мыслей, от того, как вы думаете, какой у вас вид на эту жизнь, какая у вас ситуация в семье, какие-то, может быть, личностные отношения с мужем, или с женой, или с родителями, или с детьми, еще что-то какая-то, какая-то там кризисная идет ситуация, которая может вылезти боком в виде болезни у человека. Эту ситуацию надо разрешить. Любую ситуацию тогда нам нужно разрешать, такую ситуацию, нужно разрешать через любовь. Только через любовь. Не через какую-то другую энергию, только энергию любви. Только. Только через любовь может человек выздороветь от хронического заболевания. Поэтому очень важно обратить внимание на ваши мысли, на ваш образ жизни, образ мыслей, как вы реагируете в жизненных ситуациях. Самая популярная позиция, которую занимают люди, которые болеют хроническими заболеваниями, это позиции жертвы. Вот целые нации обожают быть жертвами. Вот я как-то была, помню, в Будапеште, находилась там, по работе находилась пару недель в Будапеште. И как-то я гуляла по Будапешту там на горе вот в Будде. И слышу, что там музыка гремит, какие-то там фанфары, барабаны. Вот. И я подошла, посмотрю, что ж такое. И там какая-то стоит статуя какого-то человека и маршируют, значит, люди. Поют, маршируют, выстроились. Ну, все это происходит на венгерском языке, конечно. Какие-то речи говорят. Вот. И я спросила человека, который рядом со мной стоял, слава богу, он говорил по-английски. Он мне объяснил. А вот, говорит, австрияки нас порезали в 1700 каком-то году. Пришли и нас тут порезали в Венгрии всех. Вот мы, значит, это самое, вспоминаем, как они нас порезали. Ну, что это вот такое? Это целая нация венгерская встала в позу жертвы. Мы такие бедненькие нас порезали. В 1700 каком-то году. Вот мы уже находимся в 21 веке, нам нужно обязательно вот эту вот грязь оттуда вытащить из 1700 какого-то года, опять себе в голову это все втолкать, встать в позу жертвы и пострадать. Что такое энергия жертвы? От вас исходит энергия, которая к себе обязательно привлечет противоположную энергию, которая сочетается с энергией жертвы. Эта энергия вам принесет болезнь, принесет вам какое-то горе, какой-то вред принесет вам, какой-то принесет вам травму обязательно. Опасно находиться в позе жертвы. И многие люди об этом не знают, потому что никто нас этому не обучает, никто не учит, детей надо этому обучать в детстве, в раннем детстве. Нас этому никто не обучает. Вот люди без конца все ходят, жалуются. Вот он меня обидел, вот она мне обидела, вот она мне то сказала, вот меня правительство обидело, вот меня государство обидело, вот меня врач обидел, вот меня тут, вот я такая несчастная жертва хожу. Вот. Если вы в эту позу встали, то из всего мира из всего мира к вам будет притягиваться энергия, которая вам принесет горе и сделает вас жертвой. Еще как. Вот вы тогда уже заплачете по-настоящему, что пока вы только этими словами и вот этой позиции жертвы. И большинство людей, к сожалению, которые страдают хроническими заболеваниями, живут в такой позиции жертвы. Пока вы из этой позиции не выйдете, вы не выздоровеете от хронического заболевания. Нужно принять и понять, что все, что в моем человеческом организме происходит, я сам себе создал. Я в этом виноват и больше никто. Надо взять ответственность за свое тело. Надо взять ответственность за свою жизнь, за все, что у вас в жизни происходит. Ответственность за свое здоровье нужно взять на себя. Не сваливать на кого-то там, а взять эту всю ответственность на себя. Это первый шаг к выздоровлению. Я отвечаю за все, что происходит со мной. Мое это дело и больше ничего. С этого момента дальше следующий шаг будет. Так что же я могу сделать, чтобы изменить эту ситуацию? Я могу сделать. Не сваливать это на какого-то несчастного врача, который ничего не знает. Не сваливать это на медицинскую индустрию, на правительство, еще на кого-то там. Вы меня вылечите. А с какой статьи они должны вам это сделать? Они не могут вас вылечить. Они просто не способны вас вылечить. Потому что все управления вашим здоровьем находятся в вашем собственном теле. Только оно может себя вылечить. Никто вас больше вылечить не может. Поэтому работайте со своим собственным телом, со своими мыслями. Мысли должны быть положительными, только положительными. И нужно наполнить себя любовью. Не обидой, не злобой, не раздражением, не обвинениями там кого-то, не какими-то там судить кого-то, осуждать без конца. Любовью надо себя наполнить. И к себе, и к окружающим, и по всему, что вокруг вас. Ваш мир изменится сразу, и ваше здоровье изменится. И вы заложите прекрасный фундамент для того, чтобы выздороветь от хронического заболевания. Потрясающий аспект вы затронули, Наталья. Это даже больше, чем я рассчитывал покрыть в нашем общении именно вот психологический, ментальный факт того, что происходит, что мысли, они тоже ведь обосредованы, положительные или плохие мысли, не обосредованы специфическими нейромедиаторами, которые создают и в мозге, и в теле специфическую гормональную ситуацию, которая и вызывает, либо поддерживает воспаление, либо она упрекращает и способствует заживлению. Но это очень непросто для большинства людей, для большей части населения это осознать. 80% людей, они все еще далеки от того, чтобы понять и почувствовать то, о чем вы говорите. И они скорее назовут нас с вами шарлатанами в этом плане. Да о чем они говорят? Какие там мысли, какие там природные методы? Настолько промыты мозги у населения, поэтому пока, наверное, в обществе не накопится критическая масса тех, кто думает и действует, как вы, мы будем вот эти последствия видеть. Но, к счастью, все-таки стрелка уже, мне кажется, так скажем, или часов, или спидометр, или тахометр, как хотите называйте, она все-таки смещается в сторону здравого смысла постепенно с помощью вашей работы, с помощью вашего протокола, с помощью того, как вы преподносите эту информацию, каким это делаете образом, как вы подчеркиваете именно любовь и к себе, и ко всему миру, и к детям, и так далее. Ну и я тоже помогу донести это сообщение через наш подкаст. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok